Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в War Tales, и сегодня мы завершим уже, наверное, последние задания в провинции Вертрус. Я думаю, успеем все сделать, что нам надо, ну, может быть, какие-то мелкие задания оставим, посмотрим. Но в любом случае, у нас осталось тут уже совсем-совсем немного. Два сюжетных задания и парочка простеньких боев, я думаю, да, и один более тяжелый с боссом этой локации. Дальше пойдем вот сюда, по-моему, эта у нас локация идет по уровням нам дальше, и здесь такой же разброс уровней, как и в этой локации, от четвертого до седьмого. Я не знаю, почему разработчики решили сделать две локации с одинаковыми уровнями, но ладно, ладно, что уж поделать. Тоже довольно простые бои, скорее всего, там будут, но посмотрим, может быть, там сами противники будут более интересные, более жесткие. Дальше по плану у нас будет Лундерн, потом Драмбах и потом, наверное, вот эта пограничия Газенбергская, если тут вообще переход есть. Надо будет, наверное, сюда прийти, посмотреть. Может быть, у нас откроется как раз территория, не знаю. Не знаю, почему у меня здесь, да, эти локации выделены как локации. И мы еще вот сюда тоже придем, посмотрим, что тут у нас парочка локаций есть в этой небольшой местности, такой, да, в этой, в независимом государстве в этом. Ну, короче, я один отзапись немножко покрафтил, всякого там помелочи, и перебрал инвентарь, да, еды заготовил там и все такое. И у нас трой уже шестого уровня, да, в прошлой серии что-то как-то из головы вылетело, и мы можем ему уже дать одно из двух наших новых орудий на шестой уровень, которые были у нас. Наверное, дадим ему молот Дагана все же. Да, он сам по себе будет наносить всего лишь 16 урона, но если урон получит два противника у него, то будет еще две атаки. Давайте сравним с вот этим. И тут 29, урон повышается на 50%, если боец сражается. Это немного ситуативно, потому что не всегда получается сражающихся бойцов сразу так подловить. Ну вот, поэтому, мне кажется, этот вариант будет для нас получше. Три метра область, кстати, а здесь тут какой-то радиус будет другой, поинтереснее может быть. Так что, да, это хороший вариант. Это пока что первое оружие, легендарное, как оно называется, ну в общем, которое мне действительно понравилось. Эту дубину мы можем разобрать уже. С ошеломляющим ударом нам не надо, у нас уже есть достаточно навыков, которые вешают дисбаланс, поэтому можем смело разбирать. Вот эту я пока еще оставлю на шестой уровень, пока может быть с собой немного ее поносим. Вот, а потом уже подумаем, что с ней делать. Все вроде бы, все, что я хотел тут сделать, я сделал. Порядок мы навели. Тут мы все скупили, все, что могли, по большому счету, можем двигать дальше. Давайте первым делом сразу мы вот с этими заданиями разберемся. Тут без подкрепления битва в логове бандитов нас ждет. Достаточно простая, я думаю, уже. Мы еще и засаду им устроили, отлично. Вот этот бонус из путей, который мы получили, который позволяет с небольшим шансом засады устраивать. Да, как в комментариях ребят написали, что мы тут плавно в скавенов превращаемся. Да, мне это нравится. Это приятный такой бонус. Особенно, когда уже более сложные локации будут. Тогда это будет еще более полезно. Так, давайте мы сразу как раз попробуем нашего... Троя с его дубиной здоровенной. Ну, радиус получается такой же, как у этой легендарной одноручки у орфа. Да, тут тоже 3 метра с коррозией и ядом. Так, здесь 2 лучника, 3 лучника. Хорошо, мы, наверное, сразу пойдем грохнем лучников. О, там что у нас? Ваши бойцы мотивированы, а наносимый ими урон существенно повышается. Ага. Это, по-моему, тоже из пути какого-то там первого самого. Это интересно. Сейчас посмотрим. Так, надо поближе поставить всех наших бойцов, чтобы мы не забыли, никого не пропустили. И давайте смотреть, куда мы сможем сейчас прийти, так чтобы... Тут только вроде как по двоим мы можем... О, да, из-за того, что засада, мы все атакуем первыми. Боже, эта красота какая. Хм... А я тогда начну, наверное, все-таки с... Ириды. Тут прям напрашиваются вот эти четверо. На то, чтобы я по ним копьецо бросил. Я же попаду по всем четверым, я надеюсь. Давайте используем прицеливание. И теперь вот эту вот атаку. О, да. И все получили дисбаланс. И атакуем. Хорошо. Так, ну и трое давайте проверим. На вот этих двух лучниках, пожалуй. Ну, не густо, не густо. Но так в целом норм получается. Так, отведем его немножко в сторону. Дальше... Давайте, наверное, орфом вот этих двоих. Сейчас прикроем как-нибудь. Этого щитом бахнем разочек. Так, порядок. Дальше... Где там наш хак? Во. Вдалеке прохлаждается. И можем вертуху теперь зарядить. Угу. Отойдем в сторону, опять же. Чтобы не мешать другим сейчас подходить. Да. У Астрид у нас же, да. Теряет 20 здоровья. И 68 урона наносим, игнорируя параметр обороны. Это красиво. Только надо сейчас подойти. Тут, конечно, намного... Ну, атак не выйдет. Но все равно неплохо. Чтобы в первом этом самом, в первом ходу, в первых двух ходах всех выпилить и на 10 здоровья выйти из боя. И там процентное соотношение потери здоровья у нас. Астрид, видимо, здоровье подняла немного. Поэтому не 18 уже, как в прошлой серии писала, а немного больше. Так. Идем сюда. Можем кого-нибудь еще тут бэкстабнуть. Ну, не бэкстабнуть. В лицо бэкстабнуть, да. Окей. Так. Этим мы, наверное, попозже походим. Давайте пойдем сейчас... Брунхильдой сюда. У хулигана. Да, мы все равно не дойдем никуда. Ладно, атакуем так. Красиво. И атакуем еще вот так. С ноги вполне хороший такой удар. И мы, получается, отступаем из боя и добиваем. Да, весьма недурно выходит. Ну, с воодушевлением теперь мы огромный урон будем наносить в любом случае. Давайте, наверное, и буйством тоже зарядим сюда. Дадли. О, стоп, Дадли. Только не говори, что... А, достает как раз отлично. Броском кинжалов. И еще, может быть... Не, не будем. Это перебор уже. По трате... Очков доблести будет. Красивый крит на сотку. Так, сюда мы не доходим. Тони, ты дойдешь хоть? О, Тони дойдет, давай. Уже бегут соперники наши? Ну, ладно, ладно, давайте. Получаем урон. Навыков стрельбы снижается на 90%. Ну, мы не допускаем, чтобы по нам стреляли, поэтому, наверное, это не так интересно. Вы выполнили задание разгромить логово бандитов. Ой, можем дерево порубить, отлично. Так, тут должно быть что-то интерес... О, лопаточка для соли. Зубастый ошейник. Так. Во время каждого привала добывает соль, если место назначения котел. Хорошо, это надо сделать, да? Мы запросто сможем. Критический урон плюс 10%. Оооо, вот что мы волкам оденем, да? Блин. Нам надо, короче, купить несколько пони еще, я смотрю. Командный удар. Урон повышается на 50% за каждого соседнего союзника. Но четвертый уровень слабовато. Движение плюс 1 и кожаные ремешки. Кожаные ремешки мне не очень нравятся. У нас у кого-то были, по-моему. Вот, кожаные ремешки. А, стоп, это не то. Это регулируемые. Регулируемые это хорошо, регулируемые мне нравятся. Кожаные ремешки я, наверное, уже куда-то продал. Давайте я вместо воли вот эти регулируемые добавлю. Это поинтересней. Так, что еще? Вроде бы, кроме котла больше ничего не светится, да? Ну, окей. Это новые крючки. Я скрафтил 4 штучки. Старые у меня остались только самые первоуровневые. Я их продал. Давайте посмотрим, на что способны. Золотые крючки. Три окуня мы ловим. Три угря и одну древесину получили. Ну, понятно, в принципе. Но надолго их не хватит, да? Просто потому что... Тратятся они каждый раз. Ну, тут четвертый уровень. Да, это простые бои чисто ради дополнительных деньжат. Ради мелочишки там какой-то. Это, я думаю, мы даже можем просто пропускать. Давайте сейчас посмотрим. Сейчас стукнем кого-то. Где там у нас... Троем пойдем вот этих вот стукнем. Просто ваншот такой сразу. Это тоже должен был умереть. А, ну да. Все правильно. Все, все по плану. Ну, короче, понятно. Это бой простецкий. Так. Барахла тут уже собирается. Неплохо. Надо было его на уровень поднять. Давайте криты мы возьмем, наверное. Так. Всем порядок. С этой частью мы закончили. Давайте сразу в Мархейме сдадимся. Так. Что-нибудь новое появилось через 11 часов. 666 монет тут мы получим. Так. Так, ладно. Давайте, наверное, продадим барахло сразу. Я, наверное, разбирать его... Хотя, нет. Мы, наверное, его разберем все-таки. И с крафтем... Наверное, пока что ошейники для наших волков я крафтить не буду, которые повышают крит. Потому что нам нужно будет 3 скрафтить, когда мы возьмем трех волков. И когда... Когда у них повысится шанс крита. Вот. Нам нужна кожа и железная руда. Давайте сейчас разберем. Я, наверное, вот это вот все разбираю. Лук оставим. Кожаные ремешки. Ну, я, наверное, оставлю вот эти все, в принципе... Как они называются? Аксессуары, в общем, да? И пояса. Пусть будут. Это мы все разбираем смело. Это барахло. Кожа, железная руда. То, что нам нужно. И лопаточку для соли крафтим. Так. И даем эту лопаточку орфу. Как раз у него инструмента никакого нет. Теперь будем еще и соль получать после привалов. Так. Отсюда мы выходим. Давайте отремонтируем все еще, наверное, сразу. Ну, я просто знаю, что этот год будет... Вот мы идем. Все. Все. И пошли дальше. Барахло потом я поразбираю. У нас есть еще место. Так. Смотрим. Нам вот сюда. Нам нужно найти какую-то... Сбежавшую куда-то девушку. Что-то там... А, нам наверх сюда, да? Давай. Попаду. Попаду. О, есть. Попал. Сюда. Не могу дождаться свадьбы. Да. Принимаем любые дары. Ммм. Видимо... Напасть на караван и захватить жен... А-а-а-а. На караван нам надо напасть на какой-то. Наверное, на этот. Кто вы? Что вы от меня хотите? Требуются цепи. Мы получим... 120 розыска. Ну, давайте. Давайте. Цепи у нас есть. Вот эта дама, которую нам надо захватить. Мы уже получили воодушевление, да? По-моему, еще нет. По идее, нам вот хватит как раз... Ее волком один раз укусить. Лишь бы он не кританул, да? А, нет. Не хватит. Смотрите. Хотя... Не, наверное, хватит. Борьба. Урон снижается на 50%. Хорошо. Я даже что-то и не стал расставлять тут никого. А вот. Теперь у нас есть воодушевление. Теперь мы можем просто... Ну, нет, смотрите. Они еще... А, ну, у этого броня просто. Ну, защита эта, да? Оборона. Поэтому он не умер с одного удара. Брунхильды. Не Брунхильда, а Берта. Ну, ладно. Да. Берта-оппортунист получает черту. Так, хорошо. Давайте попробуем. Может быть, сейчас... А мы не дойдем пирсам. Дойдем, в принципе, вот этим товарищам. А, этот как раз следующим ходит. Астрид трой. Давайте. А, Астрид тоже не доходит. Так, это уже не очень приятно. Ну, ладно. Тогда мы... Да просто его расстреляем тогда и все. Попробуем. Даже, даже так. Вполне неплохо. Астрид пойдет, наверное, будет пробовать захватить ее. Пойди, у нее 50... Нету у нее 50 еще. Ну, процентов, да. У нее было как раз 50 здоровья. И нам надо ниже 25 опустить. Ну что, кабан. Тебе придется разбираться с ней. Ты у нас самая слабая звена. У тебя есть атака такая, которая урона практически не наносит. Астрид. 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 Продолжение следует... Надо было сначала с ноги его лупасить, чтобы он получил дисбаланс, а потом его атаковать уже простой атакой. Так, всё, она одна осталась. Скипаем всем ходы, нам тут больше никто не надо... А, надо было Тони, наверное, походить, как вариант ещё. Ну, кабан вроде дошёл и... И так, без проблем. Ага, а на при смерти мы проиграем, если этот боец умрёт. Нет. То есть мы, в принципе, да, тут же такая система и с нашими этими самыми бойцами, что, типа, мы можем нанести больше урона, чем у них есть, и они будут при смерти. А я всё время парюсь на самом деле-то, да? Чё я парюсь, спрашивается? Хорошо. О, мне пшеница нужна. Так, подозрения отхватили. Судя по всему, у вас плену важная птица, стража и братство на стороже. О, кстати, там можно рыбу половить. Пошли. И там ещё что-то можно изучить было. И там ещё что-то. Так, хорошо. А, я хотел посмотреть... Да, боевой дух ваших спутников мотивирует их в битве. Мотивация, да, именно отсюда у нас идёт. Точняк. А, идём, да, посмотрим сейчас, что мы тут можем собрать. Ага. Я понял. Окей, идём, идём. Важную птицу доставим... Вот сюда. Будем это задание выполнять? Наверное, нет. Я думаю, не стоит туда заходить. Денег у нас в целом хватает. Так, призрачная стая. Чёрт, я не могу её пропустить. Давайте. Давайте. Автобоем сейчас её рассчитаем, да? Как мы любим. Так, немного барахла получили. Пригодится нам. Всё, погнали дальше. Так. Пока что стражников нет. Хорошо. Я возьму баранину. Кстати, знаете что? Нам надо ещё, наверное, зайти... А где у нас, кстати, что-то... Во, конюшня. Ну, нам, в принципе, по пути будет, наверное, к конюшням. Я бы ещё взял бы... Как минимум одного пони. Как минимум одного. Может быть, даже двоих, не знаю. Мы сможем позволить себе и по деньгам, да? И прокормить мы сможем запросто. Виноград, наверное, возьму. И сможем больше барахла таскать, не заморачиваясь о перегрузе. Так, мы уже устали. Давайте, наверное... А, кстати, что там пишут? 10%. Ну, ладно, да. Давайте отдохнём. Стража может пройти здесь. Но... Я, наверное, и не против. Так, что у нас тут есть? Вот что мы тут едим. А, надо было её, может быть, посадить на вот эту, на цепь. Две соли мы получаем теперь. И немного барахла. 42 влияния за... Привал у нас идёт. Давай, давай. А, тут у нас на двоих даже сразу. А, нет, на одного, пока на одного цепь просто местами поменялась. Поменялось. Ну, в общем. Так, хорошо. Кстати, баннер мы наш активировали, по-моему. Да, мы не будем сейчас... На этом привале его активировать... Нам сюда. О, а вот и Стража. Пойдём, грибы пособираем пока. О, согрелись. Блин. Слишком близко подошёл. Такое ощущение, что они нас даже догоняли. О, ещё одна призрачная стая. Пойдём. Пойдём, пока мы от Стражников тут бегаем. Засада. Отлично. Так. Ещё немного барахла и опыта. Смотрим, что теперь эта Стража тут будет делать. Возвращается, как минимум, один отряд. Давайте отойдём, чтобы его не провоцировать. И этот сюда ещё идёт тоже. Мы, наверное, попробуем сейчас пробежаться вот так. Рабочий вариант. Так. И нам... О, нам не сюда. Сдадим задание. А, стоп. Мы задание уже все сдали, да. Ну что ж. Ну и ну. Что тут у нас? Выдать. Выдать. Я верно сделала, что вас наняла эта женщина, только создавала проблему, но благодаря вам она попала в мой плен. Прошу, примите эту награду и признательность благодарной династии Адр-Алзар. Чистый экстракт, 100 монет и сюжетка завершена. И всё, без каких-либо заморочек тут у нас. Ну ладно, ждём сейчас финальную развязку. А пока мы ждём её, давайте-ка мы сходим к боссу. А вот у нас, да, верёвка была. Можно было не обходить. Вертрузе ходят слухи, что невеста посредника пропала. Так, ещё. Куда нам предлагаете пойти? Невеста посредника. Сможем мы кинуть? Вот так сможем кинуть, в принципе. Хорошо. Тут, может быть, поремонтировать надо некоторых наших бойцов. Некоторых всех наших бойцов. На всякий случай. Надо было в кузне починиться. Мы в городе как раз были. О, по Тоне ещё там как-то проехали. О, всё. Мастерство навыка. Красота какая. Давайте посмотрим, кому мы чё тут изучим. Давайте, да, безрассудство возьмём. Это нам ещё немного урон от первой атаки повысит. О, там ещё альфа-волки как раз. Но, наверное, не будут седьмого уровня. Посмотрим. Нападём, попробуем на них. Как мило со стороны генерала, Узерпатор наконец-то проявил каплю порядочности. К сожалению, для вас этого мало, чтобы я сдалась. Окей. Седьмой уровень. Угу. Задание. Одно. Хммм. По идее, должно быть два. Давайте смотрим. Руби и Крамсай наносят всем бойцам в области 54 урона. Урон наносится всем целям, на которое равное количество раз наложен статус кровопролития. На которое равное количество... Что? В конце хода теряет по одному параметру здоровья за каждый уровень статуса. Затем статус снимается, накапливается. Что? Что? Что вообще? Так, ладно. Ого. Тут нехило так. Выходит. Короче, нам надо... Сделать, наверное, как-то вот так. Стоп, стоп, стоп. Давайте подведем поближе всех наших бойцов, чтобы все они могли дойти. По возможности, конечно. Кабана подальше. Лучников, кстати, этих тоже можно подальше. Так. И теперь давайте смотреть. У нас, кстати... А, есть кровотечение у орфа. Яд. Не кровотечение, а яд именно, да. Давайте, может быть, тогда... Вот так сделаем. Но, в любом случае, первым делом мы ведем Брунхильду. Она становится как-нибудь вот так. Я надеюсь, что это сработает, в принципе. А надо было, кстати, пока мы здесь были, кинуть воодушевление, да. Бьем ногой. Сбиваем на два хода ему всю его оборону. И это уже гораздо более приятная и более мягенькая цель. А, кровотечение у нас есть у нашей Ириды. Кровотечение и яд мы можем повесить на него. Давайте, наверное... Защиту я. Я надеюсь, что он будет... Она будет атаковать Брунхильду. Для начала. Ну, а там посмотрим. Так. Теперь давайте... Повесим кровотечение сразу же. Стукнем разочек. Надо было, может быть... А, ну, нет, без разницы. В спину, не в спину. Отходим. Дальше Орф вешает яд. Хорошо. И можно еще ударить щитом разочек. И отойдем в сторону. Так. Окей. Ну, скромненько, скромненько. Пока что. Ну, это у нас защита была, да. И теперь получается 7 стаков. Это 7 здоровья. В конце хода она потеряет. 7 именно просто единиц здоровья. Но так как этот ходит... Этот полковник, да, ходит еще через... Ну, за этот ход еще несколько раз. То есть стаков будет больше. Хорошо. Хрупкость висит. Ладно. Вертуху заряжаем. Наверное, нет смысла. Слишком мало тут урона выходит. Слишком скромненько. А тут 17 здоровья мы теряем. Но вот это красивый был удар. Да. Хороший, добротный крит. Одобряю. Надо только теперь как-то отойти. Вроде нормально будет. Давайте мешание тоже пойдем стукнем. Где-то вот здесь вот станем, наверное, мешаней. Горение, наверное, не будем на нее вешать. Хотя, кстати, подождите. Это горение на самом деле вариант неплохой. Даже если она подожжет Брунхильду, то вообще без разницы, потому что там лишь процент от здоровья, да? 15 процентов. Это, да, нормально. Давайте поджигаем ее еще. Теперь бэкстабаем. И еще раз бэкстабаем. Тесненько становится. Волк уже, по-моему, здесь не пройдет. Тут уже 25 урона прошло. А, от количества урона количество стаков еще зависит. Ага. Хорошо. И потом еще будет один удар. И. Ура. Так, а жестокость, что тебе дает Урон повышается на 30% Ух Блин, теперь ни один волк сюда не пройдет Черт А, нет, еще пройдет, пройдет, хорошо Давайте трое мы отправим Атаковать Как раз на кровоточащих врагов еще дополнительно яд повесится Два стака И еще одну атаку вот так Ну да, тут один противник Тут лучше бы, кстати, вторую дубину я использовал Было бы больше толку Верно И двадцатка еще Хорошо И будет еще одна атака Так Давайте мы Ориона, наверное, отправим сейчас вперед Вот сюда Сделаем выстрел Мы его добьем, я думаю Сейчас пирс его добьет И вот так вот делаем Хорошо Довольно простой бой показался Руби и кромсай Война глубоко тронула Лексу Поэтому, выковав колун, она поклялась использовать его лишь для рубки леса Несколько дней спустя она безглавила лорда из Алазара Двуручный топор Урон наносится всем целям, на которых равное количество раз наложен статус Ну окей, мы, наверное, возьмем этот топор Этот вроде неплохой Урон по области есть Вполне себе Как раз вот хак до него дорос, по-моему Да, два задания мы выполнили Так Давай Тут 31 урона А тут 37 урона И область больше, да, тоже Вполне себе неплохо Дополнительный вот этот вот бонус от кровопролития В целом Не сильно интересный Он же не будет прокать кровопролитие от вот этого Еще дополнительно Правильно, это Не должно, по идее По идее Так Кидаем здесь веревку И идем посмотрим на этих волков Пятого уровня Это автобоя мы Разбираем, потому что Нам только седьмого уровень волк нужен Пятого уровня Они слишком хлипенькие И как раз в конюшни зайдем Так Давайте посмотрим Ловкость Вегетарианец О, трудяга Хорошо Давайте, наверное, вот этого пони возьмем Наши спутники считают, что это хорошая идея Так, давайте волков сюда А это у нас О, кабана тоже Куда-нибудь Вот так Три грузовых пони будут Подкову Да, подкову берем Я думаю, я еще одного пони куплю Может быть В тилтранской конюшне Грузоподъемность на десятку И длительность бега Еще на 5% у нас увеличится Тут мы все в телосложение вливаем Тут нет смысла брать Вообще что-то другое Так, хорошо Итого 500 кило Грузоподъемности Так, окей Нам вот сюда Ну, за этими заданиями Мы, наверное, уже не пойдем Не совсем они нам по пути Можно было там к некоторым зайти Но, я думаю Смысла нет По идее, стражники меня уже не ищут Правильно? Оп Мимо У, бренди Забираем Кстати, надо пони поставить еще Пока я не забыл Сразу вот Сюда Вот сюда Так, говорю Как тебя туда поставить? Вот так Надо как-то немножко перестановку сделать А то они там стоят Их там даже и не видно Мне это не нравится Ну, наверное, хотя бы вот так Вот Теперь у нас Коновязь полностью Загружена Поняшками нашими И это нам еще немножко Дополнительного веса Переносимого дало Так, мы еще можем не отдыхать Можем немножко пройтись Кстати, я хотел Вот на это Пограничье посмотреть Все-таки Давайте пойдем Сейчас быстренько Разберемся С вот этим отрядом Немножко дополнительно Денег получим еще Так 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 И отдыхаем Дерево, наверное, не будем пока сжечь А можно было единичку сжечь Надо, да, привыкать В принципе, по одному дереву сжечь Это вполне неплохой вариант Потому что дает Дополнительно нам Счастье Так, хорошо Вот это битва Ух, какая битва Только подумать Полковник Олег Такими спутниками поднял Во всяком случае Ужасом мы-то еще толком и не видели Ну, ладно Давайте, наверное, возьмем Давайте Это черта В принципе, хорошо В принципе, полезно Непоколебимость Ну, ладно Я думаю, отношения мы еще поднимем С нашими спутниками Так Ну, тут автобоем Разыгрываем И немного барахла Так Так, хорошо Да Теперь идем сюда О, перестарался Тут, по-моему, тоже там напишут Что это лагерь там какой-то Который уже Кто-то облутал А, нет Это мы просто пропустили Потому что камера у нас была Где-то вот так, наверное, да Когда мы бегали Так, это хорошие ребята Идем посмотрим на вот эту вот локацию Мы сюда просто не заходили Поэтому она у нас на карте Плохо как-то отмечена, если честно Гозенберг дарит свое имя Целому королевству Настолько важен этот город О, можете проходить Пропускной пункт Находится в пределах королевства Гозенберг Так что платить не надо О Серьезно? Братство призывает все отряды наемников В свою крепость В натуре Ну, по-моему, это у нас Прям Супер Высокоуровневая Локация Если я не ошибаюсь Как мы можем проверить На ком На призрачной стае Я что-то не хочу Проверять Крепость Братства Прям рядышком здесь Слушайте, неплохо Давайте заглянем Не возьмем уж задание Че б нет Наемники Члены братств Благодарим вас за то Что столь многие Отклинулись на наш зов На этом задании Нам понадобится Вся помощь Которую мы сможем Раздобыть Совет посредников Попросил нас Найти убийцу Одной из них Виллы Альгевендроп Посредник Мертва? По делам ей Заткнитесь Ничего не слышно Мы приветствуем всех Кто хочет поучаствовать В расследовании Награда будет Не меньше Чем предложил бы Сам совет Фрэнния Зарегистрирует Любой отряд Который захочет Принять участие Так Наемники Раз за разом Слушают речь Все внимательно Слушают Ясно Так Ты кто? А, понятно Книжечки 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 Они превосходили Наших людей Численностью Скорее всего Это были Бандиты Повстанцы Или возможно Наемники Итак Все еще Заинтересованы? Да Допросить Хорошо Ваш отряд Зарегистрирован Жители Гозенберга Ответят На все Вопросы Так что Не забывайте Их Расспрашивать Посредника Гивендроп Убили В Гозенберге Судьба Так Не все Будут охотно Делиться информацией Но не сдавайтесь И вы найдете Способ Их Убедить Удачи Хорошо Его допросить Нельзя Так Нам бы местную Какую-то Стражу Найти Посмотреть О А кстати Нет Не надо Стражу Не надо Пока искать У нас еще Подозрения Висит Это хорошие Ребята С кружкой Пива Должны быть Хорошие Правда Давайте я Сохранюсь На всякий Случай Черт Я не могу Сохраниться Почему я не могу Сохраниться О Сейчас Сохранюсь Ну и теперь Посмотрим Что они Себя Представляют И кто Это Вообще Вроде Хорошие Ребята Наш Долго К артистам Так Хорошо Наши Труды Давайте Мы О Мы можем Их Убедить Талисман На удачу Который Уменьшает Урон Атак По возможности Я хотел на них Напасть Да Десятый уровень Вот что нам надо Вот это я хотел Посмотреть Как раз Нам сюда Еще Чуть Чуть Рановато Чуть Чуть Вот Поэтому мы Мы Наверное Убедим Я не знаю Раз мы можем Убедить То убедим Да Вы правы В другом регионе Наша аудитория Будет шире А голоса Наши громче Мы уходим К ночи Мы уже Пересечем границу Берите И не забывайте О нас Окей Что бы там Не произошло Мы получили Да Еще один Для Может быть Орфа Наверное Да Это лечение Одной единички Здоровья Как-то Ни туда Ни сюда Все Хорошо Тут мы Немного Посмотрели Можем Возвращаться И С Вертрузом Заканчивать Ну тут Забавно Что нам Да Не надо Платить За проход Или Этот самый Пропуск Искать Где-то Все И теперь Можем Идти За Финальным Заданием В Вертрузе Это полигон Братства У нас Нам Вот сюда Может взять Вот это Вот сырое Скопление Тоже Сразу Наверное Возьму И зерно Возьму И смазку Возьму Нам надо Будет Факелов Еще Наделать Стоп Нам не сюда Куда я А нет Сюда Все правильно Замок Давайте Раз мы Тут То мы Сразу Отремонтируемся Вот это Все купим Крафтить нам Нечего Сейчас В принципе Ну и идем В замок Наемники Я обратился К вам Потому что Не могу Доверить Это задание Стража Или братству Арест Алазарской Принцессы Дело Опасное И неслыханное Все что Выяснили От следопытов Розель И Мьорона Указывает На одного Человека Брюнгильду Адр Алазар Она Отравила Вертруз Чтобы заставить Меня Дорого Заплатить За лекарства Похищение Корон Ключ Ко всему Этому По закону Всевидящего Ока Ее пропажа Освободила Меня Для Помолки С другой Женщиной Дочерью Брюнгильды Восстание 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 Вертруз Вертруза И Алазара Первый шаг К реализации Их мечты По возрождению Северного Королевства Спустите их С небес на землю Мои люди Окружили Особняк Брюнгильды Сделайте Все Что можете Чтобы остановить Ее наемник Если придется Убейте Да И мы Получим Еще Пропуск Сюда Пошли Посмотрим Что еще У каравана Тут по дороге Шикарно Мы уже Накупили Столько Бухла Кажется Можно Столько Блинчиков Наделать Что нам Хватит Надолго Так Эти я не знаю Сагрятся Сейчас на нас Могут В принципе Но они Вроде Мимо Идут Себя И я Не против Мы Быстренько В город Забежим В Таверне Сдадим Задание На 1300 Неплохо Так Батальон Какой-то Там С лидером Каким Давайте Возьмем Так Это тоже Возьмем Еще Банда Уже Не влазит Не влазит Банда Ну ладно Так Так Давайте Сейчас Может быть Пока Еще Прикупим Немного Барахла Вот От этого Нам Не сюда Нам Как раз За Стражниками Надо Было Идти Мы Не будем Мешаться Посредник Попросил Нас Позволить Вам Арестовать Эту Женщину Мы Должны Были Лишь Задержать Ее Пока Вы Не Прибыли Хорошо Какая Ирония Клеменс Отправил Убить Меня Моих Женаемников Не думаю Что Вы Упомянули Как Похитили Его Невесту Ага Конечно Нет Вы Убьете Людей Клемента И Отпустите Меня Вы Спросите Почему Потому Что Вам Нужен Мой Побег Конечно же Я Возьму С С С С С С С С С Все Улики Связывающие Вас Со Мной Никто Никогда Не Узнает Что Вы Здесь Натворили А Если Даже Это Не Убедит Вас Обойти Закон Я Предлагаю Вам Награду И Доступ В Алазар Что Скажете Награда Одинаковая Ну Она Мерзкая Баба Травила Виноградники Мы Ее Замочим Мы Наверное Я Не знаю Мы Можем Ее В Плен Взять Он Сказал Типа Можете Убить И Все Дела Седьмого Уровня Хорошо А Мы Лидеров Не Можем В Плен Брать Да Ну Ладно Я Я Не Против Меня Как бы Любой Вариант Здесь Устраивает Так Давайте Смотреть Мерзкие Ревнители Тони Кстати Тут Хорошо Может Бафнуть Всех У Вообще Красиво Давайте Наверное Сразу Баф Ну Как Раз Тони Бафает Вот Эту Группу На Вдохновение И Стоит Смотрит На Всех Дальше И Наверное Брунхильда Тоже Воодушевляет Тут Парочку Бойцов И Идем Этого Ревнителя Пинать С Ноги Вот Так На Тебе Сразу Ответочка На Тебе Еще Раз Так Хорошо И На Тебе Ответочку На Ответочку Так И Что Мы Тут Наверное Используем Отражение На Всякий Пожарный Не Давай А Не Ответочки Больше Не Будет Стрелец Ходит Дальше Жалко Он Один Тут Стоит Печальный Стрелец Ладно Волком Его Сразу Закроем Потом Новобранец На Новобранце Хрупкость Сразу Я думаю Мы Подождем С новобранцем Пойдем Сейчас Вот этим Вломим Разочек Красиво Отойдем Немного В сторону Здесь Скоро Мотивация Повысится Наша Так Хорошо Новобранец Орф Идет Наверное Новобранца Наверное Нет Мишаню Отправим На Новобранца Так Дальше Часовой Потом Стрелец Как раз Как раз Вот эти Двое Ходят Давайте Наверное Я копьем Тут Брошу Может быть Не Получается А че Ты мне Пишешь Что Получается Когда Не Получается Ничего У нас Ладно Давайте Так Разочек Теперь Вот так Разочек Отлично Мотивация Наконец-то Пошла Так Теперь Луч Стоп А нам Некем Этого Лучника Перекрыть Разве Что А ну Да Да Тони Подмог Нам Весьма Нехило Это Прям Отличный Такой Баф На Такую Сумасшедшую Дальность Перемещения Передвижения Один Боевой Пони Мне кажется В отряде Прям Очень Хорошо Заходит Так Теперь Надо Вот этих Двоих Еще Перекрыть А ну Ка Обоих Мы Не Перекроем Ну Ладно Идем Сюда Оп Капкан Кстати Мы тут Могли Наверное Двоих Стукнуть Если бы Я Подошел Чуть Правильнее Я думаю Можем Пойти Хаком Вот этого Тоже Стукнуть Себе Разочек Без Проблем Тут Урона не будет Конечно Практически Никакого Все Мишаня Справился Хотя Я сам Только Один Удар Сделал Скромный Кстати Мы можем Наверное Ему Нет Не можем Не будем Тогда Поджигать С бэкстабом Не дойдем Никуда К сожалению Так Идем Наверное Добьем Вот этого Сейчас Лучника Да Правильно Лучника Я думаю Можем Добивать Ее Надо было Надо было Этого Стукнуть Ну да Ладно Нам Ну Ему Мы Наверное Так 80 90 Здоровья Не сольем Сходу Ну Может Быть Может Быть Еще Получится Давайте Попробуем Вот Вот так А Ну Хорошо Да Все Не 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 Мы Будем Их Добивать До Конца Тем более Уже Ничего Особо И не Осталось Это Уже Вообще Не Проблема С этими С этой Обороной Невероятной Огромной Такой Эй Эй Харо 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 Что происходит Вообще На шестой уровень Просто укол ножом Да, без каких-либо Интересных бонусов, к сожалению Лечимся Наверное, мы не будем, наверное Ремонтировать за ресурсы Золотой ключ Ценен, но не настолько, насколько Защищенное им сокровище Так Оп Что там у нас с этим ключом открывается Золотым Хм Найти корон и освободить Так, а что я тут не вижу А, вон Вон Подвал Ага Хорошо Освободили Вы Вы меня похитили Вас вздернут на виселице Когда Вы убили Брунгильду Аддра Лазар Чтобы освободить меня Разве она не отдавала вам приказа Я запуталась Я просто хочу выбраться отсюда Хорошо Ну Ну Сокровища такие себе Знаете Этим золотым ключом Открылись Эмм Вы арестовали Брунгильду О, она мертва Разбираться с дипломатическими последствиями Ее смерти Совету посредников Это не понравится Впрочем Мешательство Адлазаром Наши дела Нельзя было оставить безнаказанным А я у вас долгом Благодаря вам Мы вновь правим Процветающей Процветающей Провинцией А я Обручен С девой Которую Абсолютно доверяю Прошу Примите эту награду Надеюсь Вы сочтете ее Достаточно Достаточно Платой За ваши труды Можете не сомневаться Вертрузе Вам всегда будут рады Окей Окей Может быть Ее на самом деле И можно было Да В плен взять Но вроде бы Как с Иконкой Типа Лидера Мы не можем Брать в плен Так И у нас по идее Только вот Это Локация Локация Осталась Здесь Тридцатая И все Хотя тут тоже Знак восклицания Так Это уже Другая Локация Может быть На мануфактуре Что-то все-таки Не сделали Еще Хотя мы там Задание Выполнили Гобелин Вернули Найдем посмотрим Еще На мануфактуру Наверное По идее По идее И Что-то По-моему Еще Ребята Писали Где-то У нас Есть Что можно Смотреть Чисто Ради Лута Но тут Наверняка Автобоя Мы просто Разыгрываем До пятого Уровень Это Неинтересно Так Отталкивание Я думаю Для меча Нам Наверное Отталкивание Не надо Все же Так Хорошо Что мы Там Сюда Все-таки Хотели Еще Заглянуть На всякий Пожарный На мануфактуру Мы Кстати Да Можем Ткань Купить Ну Вроде Здесь Ничего Нет Больше Хоть И Задание Здесь Было Да Но Меточка Не Появляется Но Я Предполагаю Что Все-таки Вот Это Тридцатая Это Или Валазар Путь Или Вот Сюда Но По идее Тут Мы Сразу Получили Задание В Эту Локацию Может быть Здесь Как раз И так Это И относится Ну Мне Мне кажется Так Ладно Мы Давайте Задание Еще Пару Мелких Заданий Может Быть По дороге Какое Это Выпадет А И Вот Еще Один Отряд Да Отлично Отлично Так Что Тут У тебя Забираем Все Идем Отремонтируемся Тоже И Продадим Барахло Давайте Посмотрим Что у нас Пограничный Пропуск Нам Надо Безделушки Это Все Безделушки Так Это Мы Оставим Это Мы Продаем Броники Продаем Разбирать Наверное Я Не Буду Сейчас Мне Кажется У меня Довольно Много Материалов Собралось А Деньги Есть Куда Девать Специи Кстати А Специи Куда Мы Продаем Если По идее Здесь Специи Не Продаются То Надо Будет Сюда Продавать Так В Коптики Нам Ничего Не Надо Но Тут Специи Продаются Мы Наверное Здесь Специи Наоборот Купим Перегруз Хороший Такой Конечно Блин Так Вот Тут У нас Есть Подвальчик Какой Это Давайте Мы Его Взломаем Посмотрим Что Там Прячут Какие Грязные Тайны А Да Вот Что Я Вспомнил Еще В Главном Здании Так И что Куда Вот сюда Эти создания Защищают Свое Логово Двенадцать Кротов Тут Ничего А Мы Их Сразу Видим Всех Удобно Но Это Опять Же Простой Бой Довольно Быстрый Тут По-моему Можно Будет Троих Сразу Рубануть Да Можно И здесь Еще Двоих Что мы с них получаем В принципе Ничего Интересного По большому Счету Крысятину Нам Она Не надо Наверное Да Давайте Мы их Отпустим Клыки Ради Клыков Можно было Наверное И заморочиться Добить их Полностью Ну ладно Так Что у нас Тут Логово Забило Стоки Сжигаем И Все Сундуки Лежат Которые Вроде Не полутать Я Больше Здесь Ничего Не Вижу Мне Никто Спасибо Не Скажет За Это Все Лосьон Для Роста Волос Купить Может Брунхильде Так Городская Ратуша Вот что А Вот Да Может Спасибо Скажут Вонь Была Из-за Логова Крыса Отвратительно Спасибо Что Избавили Нас От Этой Мерзости Так Но Мы Когда Первый Раз Сюда Пришли К Казначейше Нам Сказало Что Пропадают Налоги И У нас Есть Документы Госпожи Мэра Давайте Мы Попробуем Их Украсть Может Быть Посмотрим Мы Много Получим Да Довольно Большой Штраф По этому Подозрению Ну Давайте Посмотрим Вор Спутник Повышена Вероятность Сбыть Предметы Из Сундука Лагеря Сбыть Это Значит Просто Отмыть По факту Предметы Показать Карту Ага Мы Знаем Это Логово Оно У нас Вот Здесь Походу Сходим Туда Посмотрим На всякий Случай Присваивание Крон Задание У нас Еще одно Отметилось Как раз Так Задание Может быть Это как раз Последнее Что нам Нужно Здесь Сделать Найдите Ящик Мархейма Ну Давайте Попробуем А Стоп Пока Перегруз Мы Ничего Не Попробуем Давайте Сейчас Выгрузим Мы Где-то Потеряли Одни Цепи Мы С цепями Отдали Наверное Эту Да Ладно Так Короче Мы Выкладываем Вот это Сюда Ошейники Наверное Тоже Пока Выложу Лук Я Наверное Оставлю Пока Пусть Со мной Будет Вот Это Вот Это Вот Это Вот Это Бухло Оставляем Цветы Вот Это Бухло Нам Не Надо С С Тяжелая Тяжелая Фигня Давайте Сейчас Наверное Еще Покрафтим Еды Мы Заготовим Часть Может быть Просто Выложим Курица По дешевке Я Я Возьму Так А у этой Наверное Возьму И коноплю Тоже Пусть Будет Может быть С этим Еще Какое-то Там Задание Или Не Задание Насчет Как раз Этого Лосьона Для Роста Волос Но Я Тут Не Уверен Покупать Не Очень Хочется Так Четыре Блинчика Отлично И Два Деликатеса Сразу Баранья Похлебка Еще Два Культурных Шок Хорошо У нас Еда Теперь Хорошей Довольно На Много Привалов Волчи Сосиски Делаем Что там У нас Курицу Свинину Хлеб Ни в коем Случа Не делаем Щуку Все Соль Соль Закончилась Которая У нас Была Кстати Да Мы Можем Палатку Улучшить Точно 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 Дерево Железо Максимум Три Нам Нам Хватит Нам Пока Хватит Кожу Выложим Можно Это Бухло Наверное Тоже А Кстати Веревки У нас Тут Заканчиваются Надо Будет Накрафтить Еще Веревок Мед Выкладываем Сюда Так Итого Триста Четырнадцать А У нас Да Очень Много Вот это Вот Весит Давайте Мы Выложим Штук Сорок Наверное И у нас Еще сотка Теперь сырья В запасе Есть Итого Ну Ну Так Получше Конечно Получается Но Все равно Много Довольно Веса Ну Опять же Еды Просто Много С собой Мы Сейчас Носим Но Нам Ее Много И Нужно Так Хорошо Все Пошли За Надеюсь Теперь уже Последним Заданием Ткань Ткань Я заберу И вот Эту Штуку Я Заберу По-моему По-моему Это Вот Это Как раз Место Ой Перестарался Ну Ну Тут Может быть Вот это То Что Мы Ищем Ага В сундуке Вы Находите Документы Принадлежащие Госпоже Мэру Бит Похоже Деньги Предназначались Для Ремонта Вертрусских Мостов Вы Нашли Сокровища Ну Окей Окей Нашли Сокровища И Ладно Там Волки Ну Это Наверное Низкоуровневые Скорее всего Волки Мы не будем На них Время Тратить Там Можно Рыбу Половить Но У нас Крючки Заканчиваются Поэтому Все Мы В принципе Закончили Тут еще Есть Мелкие Задания Мы Может быть Будем Возвращаться Сюда Со Временем Когда Захочется Пойти Что-нибудь Покрафтить Ставим Мы сейчас Призрачное Эту Автобоем Рассчитаем Есть Мы успели В самые Последние Минутки Секунды Потому Что Шкурки Нам Еще Пригодятся Опять же Можно Из них Полезные Штуки Крафтить Так Хорошо Вообще Знаете Что Мы Наверное Сейчас Пойдем Сделаем Там Есть Достижение Набрать 600 Подозрения Давайте Мы Что-нибудь Где-нибудь Еще Украдем И что-нибудь Где-нибудь Это можно Попробовать Как раз Ну Чтобы Поднять Хорошо Подозрения Можно Книгу На полигоне Братства Украсть Быстренько Будем С 600 Подозрением Пытаться Выбраться Отсюда По-моему 600 Нужно Если я Не ошибаюсь Для Достижения Чисто Опять же Просто ради Достижения Я Не ради Профита Потому Что Как Вот Ребята Советовали Да Воровать Все Книги И Использовать Их И пойти Сдаться Этим Самым Стражникам Мне Такой Вариант Не нравится Совсем Это Не Интересно Вообще Вот Но Украсть Какую-нибудь Может быть Одну Книжечку Нам Хватит Да С Головой Хватит Чтобы Набрать Подозрения До 600 И Что мы возьмем Мастерство Да Мастерство Дороже Выходит Как раз Или это мы Все 5 Украдем Подождите Мы возможно Все 5 Украдем Мне что-то Кажется Что да Ладно Давайте Не будем Так Прям Хулиганить Я хочу Ярость Наверное Взять И нам Надо Просто Еще Одну Будет Какую-нибудь Цепануть Наверное Первую Помощь Возьмем Кому-нибудь Еще Дополнительно Ага Блин Мы не Можем 600 Теперь Набрать Уровень Розыска 5 А ты Да Никак Это Фиаско Не Сработало Короче Что на Караван Придется Напасть Ради Ачивки Стражники Сюда Приходят Интересно Наверное Не Приходят Отношения Пирса С кем-то Ухудшились Эй Ну Вот Может быть Типа Если Ниже 500 Упадет То мы Потом Сможем Украсть Что-то И Набрать Как раз Больше 600 Таким Образом Ну Ладно Посмотрим Посмотрим Но Пока что Да Мы Идем В Тилтрон Потихоньку По дороге Может Быть Может быть Может быть Что Может быть Будем Какие-то Ресурсы С собой Брать Отсюда Или Что У нас Тут Куча Добра А Мы Еще Наверное Можем Тут Сдать Правильно Да Задание Наверное Сдать Можно Пойти Ей Ага Никак Не могу Понять Куда Девается Казна Поселения Я Несколько Раз Месяц Все Проверяю И Совершенно Точно Мы Где-то Теряем Кто-то Нас Грабит Предупредить Рассказать Казначейшем Что Рассказать Казначейшем Что Госпожа Мэр Присваивает Госпожа Мэр Мошенница Возмутительно Стража Узнает Об этом Отлично Все Больше Нету Мэра Здесь Местные Герои Мы Прошли Регион А Да Вот Это Как раз Было Последнее Задание Отлично Все Теперь Все Все Хорошо Можем Двигать Дальше А тут У нас Все равно 27 Из 28 Давайте Посмотрим В Тилтерне В Эдаран Да Вот это Задание У нас Как раз К Тилтерну Относится А эти Задания Проходы К вот Этим Локациям К этим Локациям Уже Относятся Да Ну все Тут Короче Разобрались Давайте Мы раз Идем В Тилтерн Возьмем Сейчас Вот это Добро И у нас Еще есть Вес Может быть На рынке Обновилось Пока мы Тут гуляем Ой В клинику Я опять Зашел Да что Ты будешь Делать Может быть На рынке Еще товары Есть Прикупим Вот Это Чисто На продажу Стоп Если я Продам Я получу Еще Целую Кучу Подозрения Ой Это то Что мне Надо Я Наверное Сохранюсь Чтобы посмотреть Так это Работает Или нет Я Продам Скорее Пока Что Жить Чисто Ради Ачивки Опять Жда Если Вы Получилось Продать Эту Книжку Сразу Я Продал Я Наверное Подожду Немного Может Быть Если Ниже 500 Спадет То Может Быть Тогда Попробую Продать Чтобы Ачивку Получить На 600 Подозрения Ну ладно В любом случае Дело Сделано Судьбу Вертруза Мы Решили Да И все Остальные Задания Здесь Позакрывали В следующей серии Пешочком Топаем В Тилтрон Нам Нужно Как раз В Тилтроне Доставить Этот Самый Как он Называется Связному Сообщение По дороге Выполним Еще Это Задание И Потом Идем В Эдаран И как раз Тилтрон У нас Тоже Закроется И сможем Уже Дальше Заниматься Полностью Эдараном Там Наверное Тоже Довольно Много Битв Будет На паузе Да Мы будем Скипать Просто Чтобы Не затягивать Хронометраж Видео И чтобы Побольше Интересного Туда Попало Потому что Там Скорее всего Будет Много Простых Битв Но Посмотрим В любом Случа Пока Что Всем Спасибо За просмотр Всем Пока И Увидимся В следующей Серии Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует